Пассивная кампания в нашем крае уже перевалила свой экватор. Что в ней изменилось в этом году и будем ли с урожаем? Мы сегодня поговорим с первым заместителем министра сельского хозяйства и торговли края Александром Походиным. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что погода вот в этом году просто благоволит для прекрасного урожая. Жара, вот сейчас вот дождик пойдет. Или наоборот? Нет, конечно, погода благосклонна к нашим сельчанам, крестьянам. Понятно, что у нас специфика нашего труда такова, что крестьяне наши привыкли работать в любых погодных условиях. Но когда вот такая благодатная погода с точки зрения технологий аграрного производства, прежде всего растеневодства, конечно, тогда крестьянам удается работать очень эффективно и качественно. Компания этого года, она ведь несколько отличается от предыдущих. Мы все-таки находимся под санкциями. Или никакого вообще эффекта отрицательного положительного не ощутили? Ну, эффекты, ведь санкции наступили уже после того, когда крестьяне были готовы к посевной. К посевной готовится обычно сразу после уборки, начинает готовиться. И, конечно же, в осенний период, в зимний период наши сельчане подготовились качественно к проведению весенних полевых работ, запаслись удобрениями, семенами. С осени мы подготовили 92% почв, то есть почвы были подготовлены для посева весной, то есть паханы, обработаны. Весной была произведена прибивка влаги и вот начали посевную кампанию. Положительный эффект от санкции есть? Не знаю, возможно, странный вопрос, но... Нет, он, конечно, будет. Он сейчас уже есть. Ведь санкции... Это такой процесс длящийся с 2014 года. И вообще Россию не очень любили. И раньше, в 2014 году санкции были впервые введены, такие масштабные. И прежде всего против как раз тех отраслей экономики, которые связаны с сельским хозяйством. Но это только нас укрепило. Вот все заметили, что у нас появилось на полках наших магазинов очень много продукции нашей местной, Красноярской, Российской в целом и Красноярской в частности, которая по своему качеству, по своей визуализации, она ничем не хуже, чем та продукция, которую когда-то нам привозили из европейских стран и из других государств. Поэтому санкции настолько укрепляют и лишают нас тех конкурентов, которые на рынке присутствуют. То есть освобождаются ниши. И эта ниша сразу же заполняется. Заполняется нашими предприятиями, которые производят продукцию. Ну, прежде всего, еду, конечно. Пищевая и перерабатывающая промышленность. А поменялись ли, опять же, в связи с санкциями, может быть, как-то виды продукции выращиваемые, вот в связи, возможно, с недостатком семян, зерна как-то? Не то, что недостатка. У нас, в общем-то, достаточно сбалансированное аграрное производство. И мы всегда надеялись на себя. Да, были там 90-е годы лихие, когда у нас не хватало зерна. Сегодня мы являемся мировым лидером по экспорту продовольственной пшеницы. И поэтому на нас, скорее, влияет не конкуренция в той части, что у нас чего-то не хватает, а в той части, что сегодня пользуется повышенным спросом, и где можно заработать нашим крестьянам. Сегодня укрепить свою материальную, техническую базу за счет этого, создать более благоприятные условия для своих работников, работать и получать при этом хорошую прибыль. Конечно, крестьянский труд и производство, оно невысокомаржинальное производство. Но вместе с тем мы сегодня заполняем те ниши, которые освобождаются. Ну, в частности, масличная культура. Мы нарастили пассивные площади РАПСа, как одну из самых основных масличных культур, которые производятся на территории Красноярского края. Порядка 214 тысяч гитаров мы вот на сегодняшний день уже посеяли. Мы еще прибавим немножко. Это уже больше, чем в прошлом году. Но напомню, что в прошлом году Красноярский край, как и два года ранее до этого, то есть третий год подряд, мы больше всех в России собираем РАПСа в Красноярский край. То есть из регионов России наш край собирает больше всего РАПСа. А не только же по РАПСам мы, по-моему, рекорды ставили в прошлом году? По пшенице мы по урожайности поставили рекорды. Вот два года подряд мы за 30 сантиметров уходим в бункерном весе. Но когда-то это считалось вообще чем-то таким невероятным. И из разряда небылиц, чтобы в Сибири 30 сантиметров, гектара два года подряд вот уже получаем. В том числе не очень благоприятный прошлый год был. Но вместе с тем за 30 мы ушли. Поэтому культуры, которые сегодня производятся, они все ориентируются на рынок. И чем продукция востребований? Конечно же, наши крестьяне стараются этими культурами засевать. Другое дело, что технологии. Ведь любая культура требует навыков, умения, опыта возделывания. И вот по РАПСу такой опыт уже есть, и все соглашаются с этим. И мы и признают наше лидерство. Но помимо РАПСу у нас и лен масличный появился, и лен долгунец. У нас появился амарант в этом году. Небольшие поляны вместе с тем пробуют развивать. У нас соя появилась. Поэтому наши крестьяне очень мудрые. И они правильно реагируют на все те возможности, которые предоставляет нам сегодняшняя политическая обстановка. В том числе и санкции. Санкции нас только укреплят. Вот смотрите, вроде бы все так хорошо, но вот тем не менее, да, и ты сам идешь в магазин. И зрители тоже обращают внимание на то, что выросла цена на картофель, на свеклу. Ну такие какие-то, в общем-то, наши традиционные культуры. Ждать ли нам с учетом положительной динамики какой-то и здесь положительной динамики? Я думаю, что вот та чехарда ценами, которая была у нас вот в этом году, в начале этого года, она связана, конечно, была с санкциями. И вот с ковидом, который мы, с которым мы несколько лет последних боролись. Экономика очень сильно пострадала от ковида, но вместе с тем мы, говорю, и рекорды ставим, и развиваемся еще при даче ко всему. Но санкции, конечно, повлияли. Поэтому вот эта чехарда ценами, она была привязана к доллару. И торговые сети, и пищевая промышленность приспосабливались к ситуации. Поэтому и картофель резко подорожал, и капуста очень сильно выросла. Сейчас цены падают. Вот на сегодняшний день я смотрел материалы, которые нам ежедневно поступают по ценам. То, что сегодня именно в торговых сетях цены стали снижаться. И мы увеличиваем объемы пассивных площадей и всего борщевого набора, но и, в частности, картофеля и овощей. Мы реагируем на потребности рынка, и думаю, что здесь каких-то угроз у нас нет. И в целом в Российской Федерации, в Красноярском крае в частности. Есть слабое звено, да, есть. У нас не хватает хранилищ. И овощей хранилищ, и картофеля хранилищ современных. Но здесь как раз мы подготовили сейчас предложение для губернатора Александра Ильича Уса, для правительства нашего края по мерам государственной поддержки, которые мы предлагаем сейчас усилить и в направлении создания вот таких мощностей по хранению овощей и картофеля. Ну и помимо этого еще там молочную отрасль мы тоже укрепляем. Я думаю, что, Александр Николаевич, я пожелаю вам удачи и новых рекордов. На этом, я думаю, можно закончить. На этой позитивной ноте, чтобы все сбылось. Новых рекордов по пшенице, по рапсу и по другим культурам. Все сбудется, крестьяне нас не подведут. Спасибо вам большое. Я напомню, у нас в студии был первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.